Как в Казанском федеральном университете мужчины поздравляют женщин с праздником? Стоит ли жителям Татарстана ждать весенних паводков? Казанцы рассказали, насколько хорошо знают историю возникновения самого женского праздника. К 8 марта я отношусь как к дню борьбы за несовершимость женщин. И я считаю, что его отмечать в привычных традициях, как у нас принято, немножко для меня неприемлемо. Поэтому я его в принципе не отмечаю. Я считаю, что 8 марта это международный день, который должен отмечать каждый человек. Потому что у каждого из нас есть родные женщины, девочки, которых мы любим. Всем привет! В эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. 6 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло собрание кураторов академических групп Казанского федерального университета. Обсуждались насущные вопросы, связанные с материальной поддержкой студентов, особенностями участия в предстоящих выборах президента Российской Федерации и дискуссионные вопросы для обсуждения на кураторских часах. Также объявлены конкурсы, участие в которых могут принять преподаватели, кураторы и студенты КФУ. В императорском зале состоялся торжественный концерт, посвященный представительницам самой нежной и любимой половины человечества – женщинам Казанского федерального университета. Для прекрасных дам была подготовлена масштабная концертная программа, о которой расскажем далее. Ежегодно мужчины Казанского федерального университета торжественно поздравляют прекрасную половину коллектива – женщин-ученых вуза. Этот 2024 год, конечно, не стал исключением. По добро устоявшейся традиции, мероприятие открыл ректор Казанского федерального Ленар Сафин приветственной речью. Ректор отметил ряд сотрудников КФУ наградами, а также напомнил, что в год семьи сотрудникам Казанского федерального университета, которые станут родителями в этом году, будет вручен денежный сертификат. В этот солнечный день разрешите вас поздравить с самым замечательным, наверное, самым красивым и добрым праздником – женским днем. Вы знаете, на ваши плечи мы, как всегда, возложили самое сложное, наверное, в том числе и обучение наших студентов, но вы с этим великолепно справляетесь. Мне бы хотелось, чтобы в этот прекрасный день у вас у всех было чувство гордости за наш альмаматор, чувство радости, и я хочу, чтобы было побольше положительных эмоций. В этот прекрасный год, год семьи, вы знаете, мы приняли решение, независимо от того, мама или папа, если работают в Казанском университете, если у них в этот год кто-то рождается, мы всех стимулируем. 100 тысяч рублей – это будет наш маленький подарок. В 2023 году общественная организация Лига женщин университета отметил юбилей – 10 лет со дня основания. В 2024 же 10 лет отмечают ежегодный университетский конкурс «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». На этот раз организаторы решили чествовать женщин-ученых Казанского университета, удостойных победы в одноименном республиканском конкурсе за последние 10 лет, а также внесших существенный вклад в развитие научного потенциала вуза. Дефиле 11 женщин-ученых университета произвело настоящий фурор. Уникальный специалист в области татарско-русских и русско-татарских словарей XIX века. Ценит в людях преданность, поддержку и верность своим словам. Киямова Рамзия Галямовна занимается изучением маркеров онкологических заболеваний. Автор международных патентов. Жизненный девиз «Делай, что должен и будь, что будет». В рамках мероприятия студенты и преподаватели университета выступили перед женщинами с поздравительным выступлением, музыкальными и танцевальными номерами, стихотворениями, выражая свою признательность и уважение женщинам-ученым за их вклад в развитие науки и образования. В Казанском университете работают представительницы прекрасного пола, чьи имена при упоминании вызывают самые трепетные чувства. Этот концерт стал замечательным способом выразить признательность и уважение к женщинам-ученым. которые работают на благо университета. Каждый день делают значимый вклад в развитие образования и науки. Вместе с тем, это был замечательный способ отметить праздник 8 марта и поздравить всех женщин с этим прекрасным днем. Резда Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На днях в Татарстане спасательные службы провели комплексные учения для проверки готовности к предстоящему весеннему половодию. Учения включали в себя отработку действий по спасению и эвакуации людей из районов, потенциально подверженных подтоплению. Чего ждать и чего опасаться, расскажет наш корреспондент. Не успело закончиться первой недели весны, как главам районов и управляющим компаниям было порочно ускорить уборку и вывоз снега, а также сформировать круглосуточные аварийные бригады со спецтехникой. Это связано с неутешительными прогнозами на конец марта. Все мы помним, какая заснеженная выдалась зима и какое большое количество осадков выпало за столь короткий период. Именно по этой причине могут возникнуть серьезные проблемы с подтоплением. На этот раз паводок может быть необычайно сильным, поэтому компетентные службы заранее принялись за решение назревающей проблемы, дабы облегчить жизнь гражданам. Причинами паводка могут быть обильные, скажем так, выпадения осадков, то есть это явление может быть и вне сезона, но есть понятие весенний паводок, то, что мы чаще всего половодием называем. Вот весенний паводок, он связан с обильным таянием снега, с дождями тоже может быть связан. И в этот период, чем больше снега, соответственно, тем больше приходят воды в водные объекты, потому что идет скат. Часть воды впитывается, естественно, в почву, а часть скатывается. Паводок явление не сезонное и нерегулярное, которое может произойти когда угодно, например, из-за обильных осадков. В случае с паводком уровень воды в реке поднимается резко, неожиданно и на короткое время. Весеннее половодие характерно только для определенных природных зон, занимающих большую часть России. Но где-то иной климат диктует свои правила. Так, на Дальнем Востоке зимой сухо, а летом влажно. Соответственно, у рек вместо снегового преобладает дождевой тип питания, и половодие происходит в летний сезон. Вот в отношении Казани, конечно, наиболее сильно половодие оказывает проблемы в местах, где пойменные участки, скажем так, застроенные или пойменные участки сильно трансформированы. Ведь пойма изначально направлена на то, чтобы принять вот этот весенний разлив. То есть во время весеннего разлива, соответственно, затапливается пойма. Но если она застроена, сужена, как это нередко наблюдается на многих реках, условиях городов, то, соответственно, это вызывает проблемы, и тогда вода начинает идти в другую сторону. Огромные массы снега, оставшиеся на улицах города и дворах жилых комплексов, это осадки того объема, который выпал за зиму. В отличие от снега, который убирают с дорог, он не несет в себе никакого вреда для почвы, так как не подвергается химическому воздействию. Основная часть снега вывозит на снегоплавильные пункты, где вся талая вода подвергается очистке специальными веществами, чтобы в итоге получилась чистая вода. Как раз к вопросу о том, какие необходимо меры принимать. То есть меры, которые нужно делать для того, чтобы не было последствий весеннего паводка, последствий половодия для жителей именно. Это то, чтобы не допускать застройки затапливаемых низких земель. То есть то, что мы называем затапливаемыми, это, как правило, пойменные участки. То есть то, что природой создано для разлива реки, вот это надо обязательно сохранять. Поэтому сложно избежать негативных последствий паводка, если застраивают эти территории. В случае резкого потепления от паводка может пострадать более 1200 граждан Казани. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин. Он отметил, что паводок и потопление ожидается в третьей декаде марта. Между тем, синоптики сообщают, что резкого потепления не ожидается, но это лишь прогноз. Потопление при неблагоприятном раскладе и резком повышении температуры возможно в жилых массивах Борисоглебская, Сухая река, Савинова, Красная горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский мирный и ряде других. Пострадать также могут дороги, дворовые территории, подвалы многоэтажек. Площадь потопления территории Казани может составить 12,6 квадратных километров, куда попадают 386 домов. Матвей Калашников, Резида Каримова, Универ Новости. Первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечается уже больше века. Изначально суть праздника совершенно не похожа на то, как он поднимается сейчас. Тем не менее, это важный день для каждой женщины. Это теплый и светлый праздник, сопровождающийся улыбками, поздравлениями и общей женской солидарностью. Совсем скоро 8 марта. Праздник весны, который приносит счастье каждой девушке. Кто-то считает этот день символом нежности, а другие вспоминают историю, которая корнями уходит в борьбу за гендерное равенство. Как люди относятся к этому празднику, узнаем прямо сейчас. Международный женский день, который отмечается 8 марта. Праздник, родившийся из массовых протестов за права женщин и претерпевший со временем множество изменений. В одних странах он стал поводом поблагодарить дам за любовь и заботу, а в других продолжает напоминать о борьбе за гендерное равенство. В наши дни этот праздник отмечают в семейном кругу, рабочих и ученических коллективах. С Международным женским днем сегодня поздравляют бабушек, мам, девушек разного возраста. Всех, кто относится к женскому полу. К 8 марта я отношусь как к дню борьбы за несовершимость женщин. И я считаю, что его отмечать в привычных традициях, как у нас принято, немножко для меня неприемлемо. Поэтому я его в принципе не отмечаю. Я считаю, что 8 марта это международный день, который должен отмечать каждый человек. Потому что у каждого из нас есть родные женщины, девочки, которых мы любим. Поэтому мы должны поздравить их с таким днем. К 8 марта я отношусь с новым положительным. Потому что это такой женский праздник. Он основан на том, чтобы девушки тоже могли отдохнуть, чтобы им можно было сделать приятное. Конечно, я буду его отмечать. Я считаю, что это чудесный день. Каждая женщина должна как-то почувствовать в этот день счастье, частичку любви к себе и благополучия. Но международный женский праздник отмечать не буду, не с кем, к сожалению. Отношения к международному женскому дню варьируются в зависимости от страны. Например, в Китае этот день не является выходным днем, а только сокращенным. В Италии в этот день женщинам дарят мимозы, Польша – тюльпаны, а в Болгарии – розы. В Великобритании этот праздник официально не отмечают. Однако нередко в эту дату проводятся семинары, собрания и фестивали на тему равенства мужчин и женщин, чтобы повысить осведомленность граждан. Во многих других странах также идет просветительская работа о положении женщин в обществе. Нам рассказывали еще в школе даже об этом, о том, что была одна из социалисток, ее звали Клара Цеткин, которая боролась за равноправие женщин в этом мире, и так появился народный женский день. Главное – это история Франции, забастовки женщин рабочих. Наверное, изначально этот праздник подразумевался как, чтобы показать независимость и силу женщин. А сейчас это, наверное, такое – показать великое, милейшее, божье создание. Он появился благодаря направлению как раз таки феминизму, когда женщины изначально отставили свои права, и в целом это было изначально движение, которым занимались суфражистки на тот момент. Суть праздника неразрывно связана с многовековой борьбой за участие в общественной жизни и за улучшение условий работы женщин. Такое настроение прослеживалось как в Древней Греции, так и в Париже 18 века. Например, поход женщин на Версаль в 1789 году. Во многих странах со временем революционное настроение Международный женский день зашло на нет. В этот день совсем не важно, какая версия возникновения праздника ближе вашей второй половинке, ведь любовь, внимание и забота будут приятны всегда. Энджа Саттарова, Александр Антонов, Универт Новости. Сегодня 7 марта состоялась встреча руководства Казанского федерального университета и сотрудников Генерального консульства Турции в Казани с учащимися вузы из Турции. Казанский федеральный университет представляли проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и заместитель директора Департамента внешних связей Рамиль Сайфуддинов. Со стороны иностранного представительства в Казани прибыли генеральный консул Уйгур Елмас, сотрудник консульского отдела Джейхан Чумат и переводчик Алсу Абдрахманова. Ключевой темой встречи стала возможность побеседовать со студентами, приехавшими учиться в КФУ из Турции. Повестка самая разнообразная. Условия проживания в Российской Федерации на территории общежития, внутренние правила правопорядка, успеваемость и многое другое. Отметим, что в 2023-2024 учебном году в КФУ проходит обучение 151 гражданин Турции. Между университетами Турции и Казанским университетом подписан ряд соглашений о сотрудничестве, меморандумов о взаимопонимании и договор по набору иностранных учащихся. Также в Институте международных отношений реализует свою активную работу научно-образовательский центр «Тюркский мир» и полноценно функционирует кафедра алтаистики тюркских и центрально-азиатских исследований. На этом все. В студии был Максим Артынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова